Всем привет, друзья! Все знают, что сейчас пошла мода на всякий хайповый шмот, на Супримы, на Гучи, там все рекламируют. Еду в магазин Гучи, песни всякие, знаете, разные рэперы это рекламируют. Но большинству населения не хватает денег, чтобы купить вот эти оригинальные вещи, там, Супримы, всякие Томми и Хилфигеры, вот эти все. Ну, это понятно, потому что они стоят там по 30к, по 40к. И многие люди заказывают себе пальцы Алиэкспресса. Очень многие. И, собственно говоря, я тоже решил заказать, я решил себе заказать рубашку Пола. Но я заказался и не вот такие вот мейнстримные бренды, там, типа Гучи тот же, Томми и Хилфигер, Фред Перри. Я заказал себе бренд, который называется Ральф Лоурен. Ральф Лоурен, до этого я заказывал себе уже кепочку Ральф Лоурен. Ральф Лоурен, я уважаю эту фирму, потому что она не такая мейнстримная, она еще не обгажена школьниками, да, вот все школьники там ее, о ней даже мало кто знает, я не люблю вот такое вот, что мода какая-то идет и все ходят. Вот сейчас все ходят в Гучи в полетах, а я не люблю такое. Вот эта вот фирма, она как бы такая для серьезных мужиков. Ральф Лоурен. И, собственно говоря, сегодня я заказал такую же рубашку пола. Обошлась она мне в 11 долларов. 11 долларов. Оригинал, конечно, стоит, но гораздо дороже. И говорят, люди говорят, что само качество вот этих вот вещей, поленок, оно, собственно, не сильно... О, дурак. Я заказал, оказывается, не Ральф Лоурен. Сейчас вам рассказывал, затирал про Ральф Лоурен, что так люблю Ральф Лоурен. Оказывается, я дурак, заказал себе Лакосте. Смотрите, ребят. Почему-то у меня была уверенность, что я заказал себе Ральф Лоурен. Но сейчас посмотрел и Лакосте. Но Лакосте это тоже, в принципе, такой бренд, который немногие еще знают и который не такой мейнстримный. За него не будут там спрашивать, как за Фред Перри. Я знаю, что Фред Перри это вообще такая как бы связанная с фанатами, с футбольными. И там за нее реально могут спросить. Там просто так ее не оденешь. Он уже, кот, полез интересоваться моей пола новой. Лакосте. Ну, Лакосте, я думаю, все слышали фирменный логотип. У них вот такой вот крокодильчик. Здесь даже все, смотрите, бирочки есть. Разве вы себе купите Лакосте настоящие? Семьсот рублей. Было очень много цветов. Было очень много расцветок. Но я решил себе взять черную. Я себе решил взять черную пола. Чтобы выглядеть солидно. Черная ко всему подходит. Более такой универсальный цвет. Она очень тонкая. Она прям чуть ли не просвечивается. Как раз на лето, я думаю, будет самое то. С размером, кстати, я тоже угадал. Я заказывал Эльку. Многие писали, что на Алиэкспрессе размеры меньше, чем на самом деле. Но вот я как ношу Эль в реальной жизни, так я заказал и с Алиэкспресса. Тоже Эльку. А если эту пуговицу застегнуть? Нормально будет? Нет, да вроде нормально. Логотип небольшой. Знаете, еще как я не люблю логотипы здоровые лепят. Сразу видно, что это Пали, чтобы сразу все обращали внимание на логотип. Логотипчик маленький, нормальный. Ссылку я не буду оставлять, потому что этот товар уже недоступен. Продавцы Пали активно банятся на Алиэкспресс. То есть Алиэкспресс вообще запрещает продавать паленку. Допустим, если вы хотите продать паленый Adidas или Nike, вас, скорее всего, заблочат на Алиэкспрессе. Поэтому эти товары появляются на день и сразу потом пропадают. Люди успеют заказать. Либо сейчас на Алиэкспрессе еще есть скрытые товары. Например, вы в группе ВК видите, что какой там товар на самом деле вам отправят. А заходите на Алиэкспресс, там какие-нибудь женские ботинки нарисованы. Это все там разные схемы. По этим разным схемам продавцы продают паленочку. В общем, вот такая вот у меня рубашка пола. За 700 рублей, я думаю, что более-менее пойдет. Всем спасибо за просмотр. Покупайте паленку. Оригинал нам недоступен пока что, так что можно в паленочки ходить. Всем спасибо за просмотр и всем пока.